друзья приветствую александр не знаю из какого города прислал посылку с образцами масла синтек премиум 540 это топовое масло синтека полнозольная а3 b4 mercedes benz 229.5 так сейчас покажу две баночки описание использовалась тоже в mercedes c-шка 200 с полтора литровым турбомотором 184 лошадиные силы пробег на масле 193 моточаса даже с половиной так сейчас распечатаю подпишу и буду создавать эталон такое масло еще не проверял поэтому сейчас обновлю на болваночки спектрограмм посмотрим что намерит прибор вот такая спектрограмма чего-то особо примечательного здесь не видно но давайте тем не менее посмотрим так эстеров нет салицилатов немножко есть сохраняю сейчас посмотрим что что по показателям получилось выбираю данное масло так премиум так смотрите противоизносных присадок 117 процентов ничего себе жир кислотная 163 а щелочное 98 ну видно что это полнозольное масло 98 по госту для отработки это примерно было бы 14 то есть здесь навалили кальция и фосфороцистинком ну и кислотная тоже типичная то есть никаких сомнений нет что это полнозольник так все сохраняю и можно проверять как я уже говорил mercedes это объем масляной системы 66 литров общий пробег чуть более 113 тысяч километров пробег на масле 8 700 примерно 193 моточаса средняя скорость 45 километров в час и топлива танека 95 так смотрите противоизносных присадок в отработке 39 процентов подъела 39 кстати только только в красные сменилась 40 гликоли 3 десятые вот это вопрос значит сажи по нулям высокая средняя скорость вообще эффективно сгорает высокой температурой и топлива более эффективно сгорает на ходу так кислотная 2 и 7 на единицу наросло так и щелочной 45 больше чем на 50 процентов до воды практически столько же сколько свежим по соотношению вот я бы так сказал что щелочное сработалось больше чем закислилась кислотная выросла кислотная видно что здесь есть какие-то компоненты типа пау а может это нафталины так работают которые значит тормозят процесс окисления сейчас покажу вам сравнение вязкости что произошло по идее на такой скорости особо не должно быть какое-то разжижение но она есть так смотрите значит по линейке если судить то 27 процентов из 100 то есть есть разжижение она такой ближе к городскому ну видно что попадает топливо попадает в масло однозначно попадает такая высокая скорость тем более турбо горячий да не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь нажимать колокольчик чтобы не пропускать уведомления о новых видео ну и прогноз ресурсах мощи нейтрализующие свойства 11100 километров 248 моточасов вторая строчка обратите внимание это нитрование оксиды азота образуются 13 с половиной тысяч километров 300 моточасов кстати показатели не очень высокий видно что масло все-таки прибило вот нитрование кстати нитрование напрямую связано с оборотами чем выше обороты тем больше нитрование значит и вязкость 715 моточасов 32000 то есть здесь чтобы я сказал на мой взгляд это турбомотор именно горячий турбомотор который сильнее нагружает термически нагружает масло в турбине туда же улетает противоизносная присадка в турбину же вот и естественно она быстрее деградирует именно вот я уверен из-за наличия турбины да кстати у алексея канал по простому есть на мой взгляд интересное видео где он разобрал именно температуру в турбине до скольки нагревается масло ну кому это тема интересная рекомендую посмотреть масло в турбине разогревается до температуры там в районе 150 160 градусов естественно это прямым образом влияет на масло хоть это и краткосрочная такая масло быстро проходит через турбину но тем не менее это все влияет ускоряет химические реакции ускоряет процесс окисления вот ссылочку я приложу в описании здесь вот тоже именно история высокая скорость видели по нитрованию а быть в обычном режиме от 500 до 400 моточасов здесь 300 то есть видно что здесь нитрование нарастает быстрее чем в обычных условиях возможно что и именно вот высокая скорость и высокая температура играет вот здесь прибивала масло масло конечно по по параметрам крепкая но тем не менее сложно ему в этом моторе имейте ввиду на мой взгляд вот синтеки если у вас турбомотор более горяченький бензиновый я имею ввиду то сильно сильно намного рассчитывать не стоит вот в атмосферке я думаю что масло конечно показала бы намного себя лучше но плюс еще конечно средняя скорость очень высокая вот здесь получается на такой скорости турбина должна постоянно работать дуть давление температура все это как бы такое все это повлияло в первую очередь ну а сами судите единственный момент который вот на который я бы обратил внимание значит это гликоля три десятые процента тут надо владельцу последить за уровнем антифриза падает не падает если какие-то признаки там эмульсии то есть попадание вот возможно что-то другое возможно это топливо какое-то было такое с фирменное может быть тоже иногда показывает не знаю ну вот такой получился тест благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока